Ребят, всем привет! Ну всё, в Новосибирске теперь точно зима. У нас на днях даже было минус 20, сейчас где-то минус 15. Но снег уже не растает по-любому, потому что 20 ноября. В такую погоду мне, конечно же, не хочется никуда выходить, но надо всё-таки в магазин сгонять и что-нибудь приготовить. В холодильнике у меня, оказывается, есть суп с фрикадельками. Но вот к чаю ничего нет, поэтому я испеку какой-нибудь пирог. Сегодня, кстати, целый день наводил порядок. Набралась огромная, огромнейшая гора. Вот всякие-всякие-всякие разные вещи, их просто много. И вот здесь тоже куча всего, и старенький ноутбук, мышка, лампа. Ну, в общем, много всего ненужного, помимо вот этих вещей. А вообще я решил эти вещи продать. Но вы их сами видели, их много. И, блин, каждую вещь отдельно фотографировать, делать видео, делать описание, мониторить цены, сколько она будет приблизительно стоит. Блин, иногда реально проще вытянуть. Позитивсейл.ру сервис такой, где этого вообще ничего не нужно делать. Просто снизу оставляете заявку. С вами в ближайшее время менеджер связывается, и все. Курьер приезжает, забирает вещи, возит к себе. У вас есть доступ к личному кабинету. А за вас, ребята, сами фотоют. Где-то, если это что-то, какая-то старая вещь, они ее чистят, подготавливают, ну, к такому нормальному, рентабельному состоянию, когда можно продавать. Размещают. На Авито, на Юле, в Телеграм-каналах, ВКонтакте. В общем, на 4-5 площадках размещают. Сами общаются с неадекватными заказчиками. В общем, все-все-все-все за вас делают. Даже цену сами установят, которая оптимальная, за вашу вещь, и продадут. Поэтому я к ним хочу обратиться, уже обращаясь, тем более не первый раз. Туда можно и электронику, и вещи. Ну, в общем, много-много чего можно туда сдать, и они за вас всю работу сделают. Ссылку на этот сервис я оставлю в описании. Главное, что все безопасно, потому что вещи бэушные. Ну, во-первых, кому это надо. Во-вторых, у вас доступ к личному кабинету. В-третьих, в любой момент их можно обратно забрать. Ну, а в-четвертых, вещь продана. Деньги на карту поступили. Никакой головной боли. Красота. Ладно, погнали дальше. Из продуктов у меня только мука. Ну, тут всякие крупы, они, конечно же, не подойдут. Яйцо, масло, молоко. Ну, и из этого ничего в пирог мой вкусный не пойдет. Пироги я делал с киви с ананасами. Не очень. С апельсинами тоже не очень. Классные получаются с бананами. С яблоками шарлотка. Грушевый тоже неплохой. Персиковый, абрикосовый. Но я думаю, сегодня с бананами. Вернулся я с магазина. И предлагаю начать готовить. Делать я буду все на глаз. На глаз буду делать все. И давайте займемся этим делом. Это, собственно, ну, понятно, что миксер. Такие баночки различные. То, что не нужно. Все надо помыть. Почистить, чтобы было чистое. Так как мы сейчас здесь будем замешивать тесто. Все. По рецептуре. Что касается рецептуры. Сколько будет чего. Я буду делать все на глаз. Поэтому точно сказать этого не могу. Но. Но будет вкусно. Духовку я уже включил. Включил ее на 200 градусов. Чтоб она раскалялась. И ей нужно минут 15-20, чтобы разогреться. Поэтому давайте как раз сейчас приступим к тому, чтобы сделать тесто. Поэтому, собственно, собирается миксер. Какая-то сверх мощная штука. Все. Что будем добавлять сюда? Добавляем 3 яйца. Чуть-чуть, буквально, щепотка соли. Ну, чуть побольше можно. 3 столовые ложки сахара. У меня ложки не столовые. У меня ложки десертные. Поэтому я добавлю 4. 4. Далее это надо взбить. Включаем первый уровень. И начинается. Пусть все взбивается. Размешалось нормально. Теперь добавим сюда молока. У меня в пакете приблизительно полтора стакана. Но я, как и говорил, буду все делать на глаз. Приблизительно здесь грамм 350 было молока. Опять взбиваем. Добавим немного соды, гашеной в уксусе, чтобы наше тесто было достаточно объемным и поднялось. Образовалась уже довольно такая интересная вспененная масса. Теперь я сюда буду подсыпать муку. И оно будет дальше все промешиваться. Тесто не должно быть густым, но в то же время оно не должно быть жидким. Оно должно быть таким, таким средним. Добавим скорости. Давайте проверим, устроит ли нас такое тесто. Нет. Тесто жидковатое. Поэтому еще добавляем муки и еще взбиваем. Я совсем забыл добавить маргарин. Поэтому сейчас тесто в принципе уже нормальное. Немного растопить маргарина и тоже его добавить туда. Сколько здесь по граммам, я не знаю. Все на глаз. То есть вот у нас пачка. В пачке сколько? А, тут есть измерительная мерная таблица. То есть по факту 40 грамм. 40 грамм маргарина я использую. Так, этого нужно было ожидать. Я забыл закрыть крышкой. Давайте еще и сделаем. Вот так. До совсем ужидкого состояния его не обязательно растапливать. Тут по желанию. Но вот такая консистенция в принципе достаточно. Вмешиваем сюда в общую массу. Тесто готово. Чего не сказать о бананах. Поэтому подготавливаем бананы. У меня три банана. Посмотрим сколько уйдет. Верхушки конечно же вот эти все убираем. Вот эти все гадости. Решил, что использую два с половиной банана. Почему? Потому что я половинку съем. Поэтому пойдет два с половиной банана. Это мне. А это пойдет в пирог. Так, что нужно? Нужно нарезать. Нарезать их на такие кольца. Буквально они по, наверное, сантиметр. Сантиметр два. То есть не принципиально. Запекать я буду вот в этой утятнице. Ну или может это не утятница. Как-то по-другому называется. Но я думаю, что утятница. В ней я буду запекать. А предварительно сейчас надо смазать обычным подсолнечным маслом ее. Хотя это даже не форма. Это... Ну, я думаю, вы знаете, что это такое. Я просто забыл. Так. Поэтому смазываем маслом. Обязательно руки перед тем, как работать, помыть с мылом. И если вы что-то вдруг взяли, опять моете с мылом. И вот в момент приготовления пищи может быть такое, что руки придет, приходится мыть по... по многу раз. Так. Смазал. Теперь следующее. Еще давайте раз замесим. Тонкий слой. Дно, чтобы только-только дно закрыло, делаем. Это у нас такая своего рода подушка для бананов. Давайте дальше добавим ложкой. Так. Тоненький-тоненький слой. Буквально чуть-чуть, чтобы закрыло. И выкладываем наши бананчики на дно. Смотрите, ровно прям. Ровно распределились все бананчики. Вон какая красота. И теперь заливаем оставшуюся часть вот этим оставшимся тестом. Тоже равномерно его распределяя, чтобы покрыли все вот эти бананы. Такая вот густая у нас. масса и закрываем. Все, 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 все. Везде скрываем наши бананчики. У кого есть желание, можно еще сверху, после того, как вы выложили бананы, взять шоколадку, разломать ее на дольки и местами еще добавить дольки шоколада. Будет тоже довольно неплохо. Но я делаю так. Духовка уже разогрелась и далее пирог отправляется в духовой шкаф. Собственно, 20-30 минут ему надо. Ну, там я уже буду следить по мере его готовности. Все чисто визуально. И, конечно же, как мы еще проверяем готовность пирога, если готовим визуально или точно времени знаем. Вроде он готов, но в то же время кажется сыроватый. Берем зубочистку, протыкаем его где-нибудь с края, вытаскиваем, смотрим. Если на зубочистке нет теста, значит он готов. Если тесто к ней еще пристает, значит пирог сыроват и его нужно еще доготовить. Все, отправляется наш красавчик в духовой шкаф. Вот такой пирог получился. Одна сторона немного подпеклась. Ставил я его ровно на 30 минут, поэтому сделаем вывод, что 25 минут ему достаточно. Пусть теперь он остынет и можно переходить к самому такому волнительному моменту к дегустации. Вот такой получился пирог. На вид он, конечно, ну, так скажем, на конкурсе пирогов он бы навряд ли и 10 место занял, но по вкусовым ощущениям как десерт просто великолепен. Если кто печет постоянно дома, я уверен, вы намного красивее его сможете состряпать, он у вас получится прям обалденный и вкусный и тому подобное. Но самое главное, он и сейчас вкусный и готовится, ну, буквально 10 минут у меня ушло и все потом в духовку погрузил, поставил. Грубо говоря, пирог за 10 минут, который пальчики оближешь. И это я говорю без преувеличения, это действительно так, но кто сомневается, ну, проверьте. И я уверен, что подобные пироги вам тоже будут прям заходить на раз-два и вы будете наслаждаться вечерней трапезой или обеденной или еще какой-то. В общем, этот пирог с чайком или с кофейком божественно.